Добрый день, уважаемые коллеги! Все происходило в момент поступления пострадавших с крупного пожара. Схема маршрутизации пациентов с химическими отравлениями в Ульяновской области разработана на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации номер 9 о мерах по совершенствованию организации токсикологической помощи населению Российской Федерации и порядка оказания медицинской помощи больным с острыми химическими отравлениями номер 925-Н. Таким образом выглядит схема поступления пациентов. Пациенты обращаются либо в непрофильные стационары, либо в амбулаторно-политклинические лечебные учреждения, либо вызывают скорую помощь. Если в районах, то это скорая помощь районов области, либо самого города Ульяновска. И затем поступают взрослые от 15 лет поступают в наш центр специализированных видов медицинской помощи, а дети до 15 лет в детскую областную клиническую больницу. Отделение токсикологии в Ульяновской области у нас представлено 25-коечным отделением, 6 коек из них реанимационные. Дежурят два врача, один токсиколог, один анестезиолог-реаниматолог, дежурную бригаду составляют. И для оказания помощи пострадавшим при массовых поступлениях, если такое случается, у нас существует бригада экстренного реагирования, которая дежурит на дому. Бригада состоит из одного врача-токсиколога, двух врачей-анестезиологов-реаниматологов и трех медицинских сестер. Также функционирует у нас консультативный центр для дистанционной консультативной помощи. Если происшествие случается в районе, то всем известен наш телефон. Тут же все пациенты консультируются токсикологом. И даются рекомендации о дальнейшей госпитализации. При возникновении чрезвычайной ситуации с большим количеством пострадавших от оперативных служб города поступает сигнал на пульт оперативного дежурного территориального центра медицинных катастроф. Далее оперативный дежурный оповещает о чрезвычайной ситуации ответственного врача нашего центра и главного специалиста-токсиколога. Также это заведующий отделением, главный специалист-токсиколог у нас. Затем заведующим отделением оповещаются врачи и медсестры бригады экстремного реагирования. То есть вот схема оповещения. Далее при массовых поступлениях отделение токсикологии по расчетам может принять не менее 40 пострадавших, если при необходимости коечная и материальная база отделения 25-коечного расширяется за счет средств других отделений. При поступлении большого количества пострадавших в тяжелом состоянии для оказания неотложной помощи к работе могут привлекаться врачи-анестезиологи-реаниматологи из других отделений нашего центра. При поступлении пострадавших они незамедлительно осматриваются врачом-токсикологом, врачом-реаниматологом токсикологического отделения, а также врачами различных специальностей в зависимости от сопутствующей патологии. Пострадавшие с признаками острого химического отравления, поступающие в другие стационары города и области из очага чеченого происшествия, консультируются врачом-токсикологом по телефону с дальнейшим осмотром лично в течение суток по приезду. Вот перейдем к самому происшествию. В центре города у нас находится изолятор временного содержания номер один. Построен он был 26 октября 1861 года, как симбирская арестантская рота. Находился в тот момент на самом краю города, сейчас город разросся, и он находится практически в самом центре. Здание себя представляет трехэтажное здание с деревянными перекрытиями, с камерами, то есть оно строилось специально под тюрьму. И 29 августа 2015 года около 6 часов вечера в следственном изоляторе города Ульяновска произошел крупный пожар. По данным оперативных служб, возгорание произошло в подвальном помещении, это реально подвальное помещение этого изолятора. Пожар произошел в камере для заключенных с расстройствами психики. Камера была обшита резиновыми ковриками такими. Мы в момент ее обшивания приклеивали эти резиновые коврики к стене, скопилась большая концентрация клея, и рабочий закурил. Произошло возгорание, загорелась вот эта пористая резина, которая горела, по словам очевидцев, так, что сразу пошли клубы черного дыма, которые абсолютно даже непросвечиваемым светом были. Как потом выяснилось, лампочки закоптились, полностью покрылись резиной, слоем резины. На ликвидацию чрезвычайного происшествия было задействовано большое количество машин скорой помощи и МЧС. На место происшествия пробыла оперативная группа управления территориального центра медицины катастроф, которая занималась координацией действий медицинских служб и сортировкой пострадавших в зависимости от полученных травм. Было известно, как я сказал, что горит камера, обшитая пористой резиной, и по сообщению оперативных служб ожидалось поступление более 80 пострадавших с отравлением угарным газом. На самом деле было эвакуировано всего около 60 человек из главного корпуса СИЗО. Повезло, что подвал и остальные камеры практически в вентиляции не соединялись между собой, поэтому основные пострадавшие – это были заключенные, находящиеся в подвальном помещении. В итоге 30 заключенных в удовлетворительном состоянии было эвакуировано, это с верхних этажей, 8 заключенных в тяжелом состоянии, которые находились непосредственно в подвальном помещении. Были госпитализированы 3 сотрудника УФСИН, которые дежурили по подвальному помещению этому, и один сотрудник МЧС, который прибыл на эвакуацию, и у него в момент паники был сбит дыхательный аппарат с лица, он получил также отравление. И 4 человека погибли, к сожалению, на месте, это были четверо заключенных, которых не успели открыть камеру. Принятые меры. При поступлении сигнала в экстренные службы Ульяновской области о возгорании в СИЗО, о происшествии было доложено оперативному дежурному территориального центра медицинных катастроф, который довел информацию до ответственного врача, до дежурного врача отделения токсикологии и до главного специалиста-токсиколога Минздрава Ульяновской области. Незамедлительно были вызваны врачи и медсестры бригады и медсестры реагирования на место работы. В течение получаса бригада была уже на месте. И также были оповещены о случившемся врачи, анестезиологи-реаниматологи двух отделений анестезиологии реанимации нашего центра. Первые пациенты, сразу скажу, пострадавшие стали поступать только через час. После происшествия было время подготовиться. Поступали очень долго, через длительное время, потому что из-за спецобстановки, содержания заключенных, они сортировались и создавались... Необходима была им охрана, формировались охранники. В итоге больница была готова к поступлению пациентов. Было 8 врачей, анестезиологов и анестезиологов. В итоге у нас ожидали поступления. 5 медицинских сестер токсикологического отделения и еще 8 сестер из других отделений были готовы оказать помощь. В приемном отделении было подготовлено все необходимое. Каталки, мешки амбу, аппараты ИВЛ были собраны, ревизия кислородных точек проведена. Все необходимые медикаменты. Самая большая часть пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии, были доставлены в областную больницу, которая, как здесь видно, находится в 400 метрах от места происшествия. На машине это занимает 1 минуту, как видно. Четверо пострадавших, это 3 сотрудника УФСИНа и 1 сотрудник МЧС, были доставлены в наш центр. Время доставки составляет 13-14 минут. И 30 пострадавших заключенные из места происшествия были переведены в областную больницу УФСИН, колонии номер 9, которая находится в 37 километрах. То есть тут как раз показано, что по тяжести состояния пациенты были распределены по ближайшим больницам. Поступившие пациенты в наш центр были осмотрены сразу врачом-токсикологом. Пациенты, поступившие в областную больницу, проконсультированы по телефону и осмотрены на следующий день. И пострадавшие, доставленные в областную больницу УФСИН, были проконсультированы по телефону без осмотра. После стабилизации все пациенты были выписаны в ведомственные учреждения на долечивание. Благодаря слаженным действиям всех оперативных служб удалось своевременно оказать полиции помощи всем пострадавшим и избежать большого количества жертв. Все медицинские работники, принимающие участие в оказании помощи пострадавшим, были отмечены наградами губернатора Ульяновской области. Спасибо за внимание. Спасибо, Игнат Сергеевич.